Приветствую вас, уважаемые зрители, на канале WBC, авторская программа «Сказочные истории» и я, ее ведущая, Катерина Осетрова. Нам часто кажется, что жизнь известных и успешных людей похожа на сказку. Так ли это, узнаем сегодня у нашей гости, моей подруги, 7-кратной чемпионки мира, 11-кратной чемпионки Европы по фехтованию, олимпийской чемпионки в Рио Софьи Великой. Соня, здравствуй. Здравствуй. Мне очень приятно тебя видеть сегодня у нас в гостях. И с тобой я бы хотела побеседовать о твоей жизни через призму сказок. Очень интересно. Вообще, любишь ли ты сказки? Читаешь ли ты их своему ребенку? У тебя растет сын. Нравятся ли тебе сказки? Ну, наверное, мы все выросли на наших русских сказках, где говорится о добре, о смелости. И много качеств, которые вкладываются в дальнейшем и развиваются у детей. И также взрослые стараются своим детям начинать их историю развития со сказок, с добрых, положительных, позитивных. Конечно. Все сказки мы смотрим. Очень любимый «Аленький цветочек» и «Александра Сергеевича Пушкина». Много сказок смотрим. И «Колобок», и «Золотой петушок». И много-много. Их даже не пересчитать. Тогда, возможно, для тебя не будет сюрпризом, но для тебя я выбрала сказку «Василиса прекрасная». Наверное, я подхожу сегодня. Более того, она Василиса прекрасная, ты Софья Великая, у тебя очень необычное имя. И я бы хотела узнать, имя Софья, оно означает «мудрое». Тебе вот это имя вообще всегда нравилось с детства или был период, когда, как многим девочкам казалось, что лучше бы меня звали Ольга, Елена, Татьяна, как угодно? Ну, в школьные времена мне приходилось не сладко с этим именем, потому что ассоциация была всё время то, что я много сплю. И когда появился английский язык в школе, то часто Софа, Соня, Софа на английском, диван, как-то тоже сочетания ассоциаций были не очень хорошие у моих сверстников. Я даже говорила «мама, я обязательно поменяю имя». А вот на фамилию особого внимания не обращали. Странно. И в дальнейшем, когда уже свою судьбу я связала со спортом и стала показывать высокие результаты, занимать и выигрывать золотые медали, то значение фамилии и красивого имени для меня, оно просто красивое, в сочетании с фамилией, с отчеством, за что я и благодарна родителям за такой выбор, я стала уже осознавать и нести свою фамилию, как говорится. А для детей ты тоже имя выбираешь для сына своего? Ты выбирала имя по значению или тебе просто оно нравилось? Я читала много про имена, что они означают и какие-то последовательности. Но все-таки для меня важен был выбор, чтобы сочетание имени, фамилии, отчества было гармоничным, чтобы имя, которое дается, все-таки несло какую-то свою историю, значимость. И мы выбрали имя Олег, святой, священный Олег, из князей, из старых каких-то значимых событий, древней Руси, можно так сказать, которые были еще в киевские времена. Поэтому, наверное, что-то старинное мы внесли в это имя и, надеюсь, он будет действительно значимым и для нашего сына это имя. В сказке Василиса Прекрасная у этой девочки, у героини, умирает мать, которая оставляет ей куклу-помощницу. Хотела у тебя спросить, у тебя с мамой достаточно близкие доверительные отношения? Перед соревнованиями мама тебе обычно говорит какие-то напутственные слова? Или, может быть, твоя мама дала тебе какой-то тоже оберег, который тебя защищает, охраняет, да и придает тебе силы? Вот какой-то секрет у вас есть между тобой и мамой? Ну, наша история, наша семья сложилась так, что мы родились в Казахстане, в Алма-Ате. С братьями мы занимались фехтованием. Сначала старший брат Григорий и я, и младший брат Трофим пошел по нашим стопам. И где-то 10 лет мы жили без родителей. Мы переехали в Москву, жили в училище Олимпийского резерва, в общежитии. Поэтому как-то таких близких отношений с родителями-то и не было. Мы были полностью самостоятельны с 15 лет, а старшим брату из 14. И, ну, мама всегда поддерживала, старалась только говорить положительные вещи, что-то, что подбодрит, никогда не критиковала. Всегда объясняла, что нужно трудиться, здесь потерпите. То есть это все по телефону, 10 лет где-то. И в дальнейшем старалась объяснить, что нужно быть сплоченными, нужно поддерживать друг друга, нужно стараться, трудиться. И в любом случае результат не заставит себя ждать и придет. Рано или поздно все равно он будет. Много советов, которые давала мама, я их использовала. И вот после 10 лет, когда родители только переехали, здесь уже мне хотелось радость подарить. Не то, что мама все время какие-то там нумерологией, астрологией пыталась. Так, сегодня вот у тебя будут замечательные там числа. Не срабатывало? Была такая ситуация, она мне говорит, Соня, не ешь змею в этом месяце. А ты собиралась? Ты часто ешь змею? Я говорю, мама, ну какая змея? Ну какая у нас змея? А получилось так, что мы поехали во Вьетнам буквально через неделю или две после нашего сне разговора. И я действительно поела змею. А она сказала, не ешь змею, у тебя будут там какие-то не то что сильные проблемы со здоровьем, но что-то там будет у тебя там не в порядке. Действительно, мне пришлось сделать небольшую операцию, плановую, но в любом случае, получается, она в чем-то даже предсказала. Оракул читала, там вот эти числа хорошие, вот здесь ждет удача, вот здесь нет. И что-то я слушала, что-то пропускала мимо ушей, но все равно со временем я старалась не обращать внимания на всякие посторонние факторы, которые могут повлиять на исход дела. А сделать, по крайней мере, в спорте все необходимое, от меня зависящее, чтобы показать результат. Когда ты жила в школе Олимпийского резерва, все-таки рядом с тобой был брат, который тебя оберегал. В какое-то время, да. Наверняка достаточно большая конкуренция, зависть среди девочек. Ощущала ли ты это на себе или у вас было, в общем-то, все достаточно гладко? Я сама не конфликтный человек. И как бы даже если мне человек не очень приятен, я не буду с ним открыто воевать или стараться ему что-то доказать. Я просто постараюсь не контактировать и не взаимодействовать с ним. Но так как мы в спорте, извините, в спорте победитель один, и у нас всегда будет конкуренция, так как у нас есть и личные соревнования, и командные соревнования. И вот эта конкуренция, можно сказать, да, это игра на выживание. Но выживание я старалась, чтобы мой результат был выше, и чтобы никто ничто не мог сказать или предъявить мне, потому что надо было быть просто первым, занимать лидирующие позиции, выигрывать золотые медали. И тогда все вот эти ссоры, какие-то сплетни, какие-то игры, какие-то, не знаю, там, перевороты, да, там, кому поехать на соревнования, кто отбирается, никто. Если я заслужила, если я показала результат, если я первая, значит, я еду. Победителей не судят, как говорится. Вот поэтому я старалась быть победителем, то есть я порядочно, честно и, ну, старалась показать максимальный результат и не сталкиваться именно с вот такой подковерной игрой, как ненависть, злость, сплетни. Старалась обходить это всегда стороной. Но фехтование... Дружи с ними? Правильно, но фехтование — это все равно достаточно мужской вид спорта. Он более мужской, нежели женский. Наложило ли занятие фехтованием на тебя, на твой характер какой-то отпечаток? Чувствуешь ли ты в себе больше мужские черты? Или все-таки ты осталась такой женственной, беззащитной? Ну, я бы не сказала, что сам спорт как-то откладывает отпечаток на характер человека. Но на отношение в жизни к разным вещам, наверное, да. Быть рассудительной, быть сдержанной, быть ответственной. Как бы предвидеть ситуацию, так как у нас игра определенная на дорожке происходит, и тебе надо предугадать, как в шахматах несколько ходов или ход событий, поединка. Что тебе нужно предложить сопернику, что ты от него можешь ждать. Следовательно, определенный ход мышления — это тоже влияет уже на жизнь вне спорта. И много таких факторов. Но что касается мужской или женский вид спорта, ну, конечно, мужской, да. Но в данное время в нашем мире женщины везде хотят участвовать. Что правильно, контроль не нужен всему. Не только в разных видах спорта. В сказке у Василисы была волшебная кукла, которая ей помогала справляться со сложностями. Скажи, спорт занимает достаточно много времени, подготовка к играм. Кто тебе помогает справляться по хозяйству, с ребенком? Семья, мама. То есть, в принципе, когда жизнь была без ребенка, все было как-то намного проще. Не проще, но это была другая жизнь совершенно. Ну, я осознанно понимала, что есть возможность, и ребенок позволяет вернуться в спорт. И меня там ждут, и есть перспективы. И вся семья меня поддержала. Вплоть до брата старший ездил со мной на сборы, на соревнования после рождения ребенка. Ребенок был со мной. Федерация помогала как бы обеспечением на сборах и выездами. И это большой труд, и особенно мама, с которой я уже потом начала оставлять ребенка. И это мое спокойствие было, что ребенок под контролем, все хорошо. То есть, семья и поддержка для меня это важно, это мои родные люди, мои близкие, которые сделают все возможное. Это наши общие победы, это наш общий результат нашего взаимодействия, взаимопомощи друг к другу. А что самое сложное для тебя в спорте? Самые большие трудности, с которыми ты сталкиваешься? Может быть, я не знаю, у тебя много перелетов, но ты боишься летать. Трудно сказать, по крайней мере, сейчас, общаясь с вами. И сложностей много, но они все настолько как бы в рабочей обстановке происходят, что какие-то сложности ты преодолеваешь легко, с какими-то подольше придется повозиться. Плюс еще это, я думаю, что любая сложность или проблема, как мы это называем, это само отношение нас самих, как мы к этому относимся. Если говорить о том, что семья, совмещение семьи, детей, такого спортивного, активного и образа жизни в разъездах, то спокойствие, что это все равно временно. Я старалась все свободное время уделять ребенку. Я совмещала, ездила на сборы, тренировалась, возвращалась домой, когда у нас сборы были в Подмосковье. Единственное, несколько выездов в год у нас длительные, от недели и больше, да, но самые длинные это были Олимпийские игры, когда мы уехали туда на три недели. Но я думаю, это тоже можно пережить, и тем более есть, кто поддерживает. И, конечно, это... А зачем возвращаться, если ты не хочешь добиться максимума? Ну, надо сидеть тогда дома и уже свой образ жизни менять. Прервемся на пару минут и после паузы продолжим. Итак, мы возвращаемся. В гостях у нас Софья Великая, олимпийская чемпионка в Рио. Давай вернемся к сказке. И в сказке был такой момент. Мачеха отправила Василису Прекрасную за огнем к бабе Еге. Ей было очень страшно, но она туда пошла. Как вообще ты относишься к страхам? У тебя есть какие-то собственные страхи? Чего ты боишься? Было много. И, в принципе, периодически у нас же есть сознание и подсознание. И вот в подсознании много что происходит, но старалась их перебарывать. С подросткового возраста боишься ехать в лифте? Езжай в лифте. Боишься темноты? Иди в темноту. Проходи препятствия. Я не хотела зависеть от ситуации. Я не хотела зависеть от чего-либо. Тем более от того, что... От игры разума. От игры разума, да, можно сказать так. От того, что ничего не произошло, не факт, что произойдет, но ты это придумал от сказки какой-то, которая там хорошая она или плохая. Хотелось в действительность верить. И перебарывала. Так же и в спорте. Какая-то боль ты стараешься преодолеть, какие-то трудности решить и идти дальше. Для меня вот как-то важно все-таки ставить перед собой цель, неважно в каком направлении, и стараться к ней идти. Пока ты будешь к ней идти, ты тоже будешь проходить разные этапы и получать удовлетворение от этих этапов. А если ты добьешься своей цели, то ты получишь колоссальное удовлетворение. Вот эти несколько секунд счастья, радости от того, что ты проделал путь, что ты дошел, что ты добился того, чего хотел. Это окрыляет, это дает дополнительные силы, дополнительные веры в себя. Зачем, если ты можешь сам сделать себя увереннее, зачем придумывать себе разные страхи? Такая будрость в тебе. Это все-таки твое имя или все-таки в спорте у вас есть определенная работа с психологами, например, которые вам тоже помогают разобраться с какими-то ситуациями? Работа с психологами периодически велась. Но, если честно, еще я не нашла того психолога, которому я бы хотела полностью довериться или просто даже поговорить как-то не складывалось. Эту функцию пока выполняют подруги и близкие, я так понимаю. Я думаю, что все равно все мы должны решать сами и принимать решения свои. Потому что спрашивать мнение у человека, посторонний он или близкий, это его жизнь, его восприятие мира, его другое совершенно мышление. Как он тебе может помочь? А все мы, мы никогда не скажем правду. Все равно будут какие-то вещи, где мы утаили или перефразировали в свою пользу. Следовательно, это уже не получится такого диалога откровенно, чтобы тебе максимально помогли. Но, когда хочется высказаться или поговорить, ты общаешься, разговариваешься, рассказываешь, что у тебя происходит и ждешь какой-то или поддержки, или наоборот, критики. Ну, если ты хочешь высказаться. А в принципе, я думаю, что человек сам все должен решать. Я с тобой согласна. Что касается спорта, какие у тебя планы вообще на ближайшее будущее? Фехтовать? Фехтовать. Конечно. Следующая олимпиада твоя? Ну, сделаем все возможное, чтобы пройти этот путь, чтобы дойти до того минимума, который уже был, и добиться максимума. Как ты сама считаешь, твоя жизнь, она похожа на сказку? В какой-то мере, да. Но моя жизнь, сказка то, что, наверное, именно в финансовых благ то, что происходит. Так как, когда я начинала фехтовать, ситуация в спорте, тем более фехтование, была очень скромной. Да, по доходам, по заработку. И это больше энтузиазма было. Сейчас очень достойные зарплаты, как от государства, так и от нашего и попечителя, Шеребханча Усманова и поддержка федерации. Ну, и наш президент, конечно, очень сильно в нашей стране поддерживает спорт. Это уже совершенно другие возможности. Человек может знать, что он, если добьется максимального результата на чемпионатах мира или олимпийских игр, у него уже будет определенный достаток. И уже сам планирует, что с этим достатком делать. Вот это, конечно, наверное, сказка. А результаты и тренировки, и процессы, и время, которое ты тратишь, это работа спортсмена, это работа тренера, это работа всей команды, с которой спортсмены взаимодействуют, и большой труд. А тот момент, что спорт сейчас превратился в некий бизнес, это тебе нравится вообще? Ты считаешь, что это для спортсменов хорошо или плохо? Или спортсмены, если ты говоришь, что раньше был спорт на чистом энтузиазме, и добивались успехов внутренних, то сейчас многие это делают ради денег. Вот тебе кажется, это правильный подход к спорту? Я не могу сказать, что делают ради денег. Вы понимаете, миллион людей занимается разными видами спорта. Но лучшие все равно будут единицы. Олимпийские чемпионы все равно будут единицы. Десятилетиями в футболе или в хоккее легенды будут единицы. Это большой труд, это талант у людей. И то, что коммерческие, какие-то клубные или коммерческие виды спорта, где большие деньги и большие зарплаты, почему нет? Там же есть свои легенды и свои суперлюди, которые сверх возможностей, которые в мире лучше. Наверное, то, что поддержка финансовая в спорте есть, во-первых, это стимул для конкуренции, для роста, для показания результатов. То, что, возможно, где-то перебор с этим. Именно в плане, одно дело платить людям за наивысшие достижения, другое дело платить, например... Как наши футболисты. Я не могу сравнивать виды спорта как фехтование, как футбол, как хоккей. Есть массовые виды спорта, есть игровые и клубные виды спорта, как волейбол, баскетбол. То есть это свой мир, там свои правила, и есть единоборство, как фехтование, борьба. И у нас разные пути, разные доходы. И мы сами выбрали этот путь. И, наверное, если бы мы стремились только за деньгами, мы бы все были футболистами, хоккеистами. Но, простите, только в нашей стране сколько команд и сколько людей, которые занимаются, сколько детей, которые уже занимаются и думают, что они будут выдающимися мастерами футбола, хоккей и так далее. Это очень сложно говорить, но надо понимать, что спорт – это наша жизнь, это необходимо для всех, не только в нашей стране, но и в мире. И это не только развлечение, но и развитие наших детей, и нас самих. Без этого невозможно, без спорта. А в каком виде и как происходит финансирование или заработки – это уже, думаю, другой вопрос совершенно. А ты когда-нибудь думала, если бы не фехтование, кем бы ты еще могла быть? Мои родители говорили, что я талантлива во всем. Талантливый человек не может быть талантливым в чем-то одном. Да, наверное, если бы не фехтование, то я постаралась быть талантливой в чем-то другом. Не знаю, может быть, я была бы, музыцировала бы на фортепиано, к примеру. А политика тебя привлекает? Сейчас многие спортсмены идут в политику. Политика, наверное, это тяжело понимать. И, наверное, нужен другой характер, чтобы углубиться в политику, чтобы жить теми правилами, которые там существуют. Тебе наверняка много раз предлагали стать лицом какой-то крупной компании, бренда. Вообще, с легкостью ли ты принимаешь эти предложения? И какая была самая запоминающаяся, например, фотосессия или съемка для тебя? В каком образе? Или в каком образе ты бы хотела, может быть, в будущем сняться? На самом деле взаимодействие спорта и средств массовой информации, как радио, телевидение, журналы, коммерции, именно... Я не говорю про сейчас такие виды спорта, как футбол, хоккей. Там поскромнее виды спорта говорю. Взаимодействие, на самом деле, наверное, последние 10 лет такое плотное со средствами массовой информации. Раньше не так освещали, а не так это было популярно. Сейчас же главное, чтобы телевидение показывало, и еще и красиво показывало. Тогда это зрелищно, тогда это идет финансирование. Сейчас очень все взаимосвязано. Я стала относиться к СМИ как уже к родному, именно друг без друга невозможным. Спорт — это информация. Ты должен поделиться информацией, ты должен поделиться эмоциями. Тебе важно, чтобы для популяризации твоего вида спорта показали это по телевидению, рассказали по радио, пустили по рекламе. Чем больше будет сотрудничества, тем лучше для твоего вида спорта, для тебя. Да, но в каких-то интересных ты снималась в проектах? Может быть, тебя одевали не как фехтовальщицу, а в какой-то другой роли ты была? Где мне комфортнее и где я могу быть естественной, я стараюсь участвовать. Плюс я даже больше это все-таки для популяризации фехтования, своего вида спорта делаю, нежели для себя лично. Как таково, Вячеславик, у тебя сейчас не присутствует желание популяризировать свою личность? Уже немножко по-другому живешь, и стараешься время распределять по-другому. Не для меня уже. Потому что это интересно, чем больше будут видеть, тем больше будут интересоваться. То же самое, что все любят победы после нашего хорошего выступления фехтовальщиков в Рио. Массовый прием в детские школы на секцию фехтования был увеличен во много раз, чем за последние годы. Это общая работа таких людей, как я, которые стабильные и много лет показывают высокий результат. В сказке всегда случаются чудеса. С тобой случались ли какие-то чудеса, и веришь ли ты в чудо до сих пор? Да, постоянно. Постоянно? Как я уже говорила, что все-таки результат – это большой труд, многочасовые тренировки. Но доля удачи, она присутствует. Фарта, везение. Например, у нас счета бывают 44-44 в командных соревнованиях. 14-14 в личных соревнованиях. И когда ты зажигаешь последний фонарь и выигрываешь бой с таким минимальным разрывом в счете, мне кажется, это чудо. Потому что с живым противником, который тоже имеет свое мышление, который что-то придумывает, плюс это надо за секунды, а когда-то и за доли секунды все это вместе скомпоновать и сделать, ну, наверное, это чудо. Скажи, в сказке ложь, да в ней намек или в ней урок? Какой урок, самый главный, преподнесла для тебя жизнь? Не отчаиваться, верить в хорошее, верить в мечту, потому что мы сами себя программируем на позитивное или негативное. Мы сами решаем расстраиваться нам или радоваться. И только мы сами можем себя как бы запрограммировать, что все будет хорошо. И мечта — это очень важно в жизни каждого человека. Надо идти к своей мечте, надо верить. И желательно с радостью, с любовью к себе, с любовью к близким и с хорошим настроением и с улыбкой. Ну что ж, на этой положительной ноте я тебя хочу поблагодарить за интервью. Ну а с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok